Привет, с вами Наташа и у меня такая гора посылок, я ее придерживаю, чтобы она не завалилась. Будем с вами разворачивать, это будет первое впечатление, я не рассматривала, у меня все запаковано. И в примерке буду рассказывать более подробно. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки и комментарии. Ну что, давайте, наверное, начнем с вот этих мелких пакетиков Saces, а потом по большим пойдемте. Так, здесь у меня очки, ультрамодные в этом сезоне. Блин, тут даже, тут два в одном, и зеленый, и розовый, два самых модных цвета этого сезона. Ну, очки дешевенькие, не будут они, конечно, не от солнца защищать. Ой, все такое сразу розовое, мир прекрасен, в розовых тонах, с розовым отливом. И даже могу сказать, что пластик такой плотный, хороший. Не знаю, пока еще буду оставлять или нет, буду еще примерять. И потом уже решу. Еще одни очки. Здесь. Ага. Ой, вот это очки, конечно, ой-ой-ой. Мне кажется, их вот так можно сломать. Вот, они очень гнутся. Их очень легко сломать. Я даже боюсь их надевать на себя. Ну, вот так. Да, эти точно поедут обратно, 100%. В зале можно заказы делать, мне кажется, бесконечно. Потому что там каждую неделю обновления, и постоянно что-то супер модное, супер трендовое. Так. Ага, так вот, смотрите, давайте начнем с костюма в стиле Жак Мюс. Сейчас вам буду крепить, наверное, фото с сайта, чтобы вы видели ожидание и реальность. И в примерке на мне. Ткань такая тяжелая, очень тяжелая. Прям тут, смотрите, и брюки, и рубашка. Такой а-ля пижамный комплект. Ну, как всегда, местами торчат нитки. Честно говоря, ткань уже меня не радует. Это, по-моему, такая очень жесткая синтетика. Ну, сейчас посмотрим, что в примерке. Чувствую себя, честно говоря, как будто в дешевой ночнушке. Выглядит, на самом деле, не очень красиво. Самый косичный элемент в этом костюме – это рубашка. Непонятно, что с ней делать. То ли ее хочется в узел завязать, то ли заправить. Но в узел завязываешь – некрасиво. Заправить не получится, потому что слишком много ткани. И ткань такая плотная, тяжелая. Под брюками будет видно. В общем, костюм неудачный, поэтому буду его возвращать. Далее. Платье русалки. Посмотрите, какой красивый зеленый цвет. Я обожаю зеленый цвет. У меня зеленые глаза, и мне кажется, у меня зеленый цвет очень идет. Вот такой зеленый. У меня когда-то была блузка еще в школе такого цвета. И, по-моему, даже вот такой узел на ней был. И такой вырез. Вот прям вверх один в один, мне кажется. Ткань достаточно плотная. И, мне кажется, вот, кстати, это платье просвечивать не будет. Сейчас все эти платья бельевого типа невероятно актуальны. Хотя я вот не помню, когда был момент, чтобы они не были актуальны. Их то становилось больше, то меньше, но в целом они, не сказать, что уходили. Поэтому, мне кажется, вот такие фасоны можно легко, смело покупать и носить. Несколько лет вперед, пока не надоест. Ну, дело в том, что они надоедают. Возможно, какие-то базовые варианты есть смысл покупать. Но это не совсем базовые, согласитесь. Платье вызывает какое-то сомнение. Вот этот вырез спереди слишком глубокий. Наверное, нужно подтянуть лямки, точнее, перешить их. Но немножко поджимает подмышками, если подтянуть лямки повыше. Это платье немножко напоминает мне русалку. Неплохо опять смотрятся зеленые очки и зеленые сандали сюда пришлись к тему. Посмотрите, блузка. В Америке эти блузки, по-моему, уже относили еще в прошлом сезоне. А до нас они только дошли. Прошлым летом было положено начало вот таким подобным вариантом. Мне они очень нравятся. Сейчас посмотрим, как будет смотреться вот именно это. Знаете, мои пальцы не были к такому готовы. Я пока застегнула все пуговицы, у меня пальцы реально устали. Верхнюю петельку кто-то уже оторвал. Пуговицы очень неудобные. Лучше бы сделали эту часть декоративной, чтобы не застегивать каждый раз. Я вам из-за этого нюанса не рекомендую ее брать. Тесновато в плечах и в груди. А чуть ниже, ближе к пупку, она свободная. И как-то не очень сидит странно. И вот, собственно, еще одна рубашка. Вот эта теперь будет держать форму. Посмотрим. Но она в размере S. Я обычно беру себе M, для того, чтобы она немножечко побольше была. Я не люблю, когда рубашки вот так сидят впритык. И это не модно. И хоть я и рассказывала в базе, что лучше брать что-то среднее, не оверсайз и не прилегание, но я все равно люблю, чтобы она немножечко было больше. Хотя вот размер S, она достаточно широкая. Ну, буду мерить, посмотрим. Она структурно держит форму. И несмотря на то, что на мне размер S, она не выглядит такой уж и объемной. И в целом, я не могу сказать, что она выглядит супер объемной. Идеально то, что нужно. И цвет тоже достаточно красивый. Я буду думать, оставлять мне ее или нет. Выглядит на нашей рубашке. Смотрите. Ну, вот такой зеленый, мне кажется, не идет. Вон тот предыдущий было красиво. А вот эти светлые оттенки нет. Не мой цвет. Но примерить интересно. Смотрите. Зеленая рубашка, она такая же, как и розовая, только на мне размер M. Самое интересное, совсем не ощущается, что этот размер больше. Они сидят как будто одинаково. И по рукавам. Возможно, шире. Ну, поэтому, я думаю, разницы нет, что S, что M. Ну, а так достаточно свежий, актуальный образ. Как классно, зеленые очки сочетаются и с розовой, и с зеленой рубашкой. Так, мне безумно хотелось вернуть себе розовую рубашку. Я же две купила. Они разной ткани. Тут, видите, есть карманы. И ткань такая тяжеленькая. Это не поплин, как обычно в большинстве рубашек у Zara. Но она тяжелая. И она не держит форму. Это будет прям по фигуре. А мне бы хотелось такую более структурную, что ли. Рубашка мне нравится. Она очень приятная. Единственное, что мне не нравится, это вот эти два кармана и то, что она сидит приталена. Не сидит объемно. Мне бы хотелось немножечко объема. Мне все неплохо. И цвет безумно красивый. Я люблю такой розовый. На мне размер M. Сидит впритык. Я заказала одну пару обуви на низком каблуке. И две закинула чисто просто для интереса. И я обувь на каблуке не ношу. Но мне захотелось примерить. Сейчас покажу. Они такие классные. Это очень интересная модель. Я бы в такой ходила, конечно. Если бы не мой рост. Вот такие розовые M. Мюли очень симпатичные. И я бы себе их с удовольствием оставила. Если бы носила каблуки. Ага. Ну, давайте. Вот открыла раз с каблуком. Пусть еще один будет каблук. Еще один для примерки. Вот так. Это, конечно, помодничать. Ну, очень, кстати, неплохо. Не знаю, конечно, как будет смотреться. Вот здесь полностью открыт большой палец. Мне кажется, немножко по-уродски будет. Ну, посмотрим. Очень странно смотрится из-за того, что один палец не переплетен лямкой. Лучше бы сделали дополнительную лямку по типу у вьетнамок. Мне кажется, смотрелось бы гораздо лучше. Так. И купила себе белые. В надежде, может, они мне понравятся. Но я вижу, что они мне не нравятся. Мода на обувь дедушки. В общем, это что-то среднее, да? Между обувью дедушки и не обувью дедушки. Но оно все равно похоже на обувь дедушки. Какая-то грубая. Тарам-тарам. Бежка. Да, это бежка, по-моему. У бежки постоянно. Такие цвета. Смотрите, какой яркий цвет. Но мне не идет. Вот напишите мне в комментариях, идет мне такой цвет, по вашему мнению, или нет. Мне кажется, мне не идет. Такие кислотные. Но, честно говоря, длина этого платья, это платье, кстати. Напоминает мне больше длину, не знаю, туники. Майки. Мне кажется, немножечко короче. И можно было бы носить ее, как майку. Это прям будет интересно. Это платье, способ показать, что вы всю зиму правильно питались. Облегание невероятное. Немножечко есть просвечивание, но совсем капельку, не критично. Мало мне что подходит. Вот красивое платье, длинное. И ой, какое оно сильно прозрачное. Оно очень прозрачное. Сразу могу сказать, что это платье поедет отлично. Потому что оно все светится. Я вон вижу, даже швы просвечивают. Могло было быть очень красивым. Но из-за того, что оно светится, и слишком много этих вырезов. Но если бы оно было с подкладкой более плотной, хотя бы в тех местах, где нужно прикрывать, то, в принципе, можно было бы носить. Мне не нравится эта шнуровка спереди, потому что не надеть белье. Но, хотя его нужно надевать, потому что платье реально светит. Ага, вот еще похожая модель. Но я взяла двух размеров. Один. Ну, он проходит. Вот так. Ага, вот здесь ткань уже получше. Здесь, возможно, не будет светиться. Смотрите. Вот я, кстати, может быть, его оставлю. Это платье мне нравится больше. Здесь такая рифленая ткань. Она как двойная получается. И из-за этого не так просвечивает. И цвет еще такой, который не дает так сильно просвечивать. Ну, в этом платье будет сложно подобрать бюстгальтер, потому что достаточно узкий топ вверху. Скорее всего, нужно носить без белья. Поэтому пока насчет этого платья я буду размышлять. А так, очень красивый цвет, интересный фасон, эти вырезы. Так. И джинсовый сарафан. Джинсовый сарафан тоже супер короткий. На маленькую очень девочку, на низенькую. Наверху по типу корсета. Вот так. Модель интересная. Жаль. Жаль, что они делают такие короткие вещи. Это джинсовое платье, пожалуй, мой фаворит. Вот почему нельзя было бы сделать, ну, на 5 сантиметров. Ладно, на 10 сантиметров длиннее. Было бы идеально. Я бы его 100% себе оставила. А сейчас, думаю, оно очень короткое. И я подумываю, может быть, схитрить и под низ надеть что-то типа велосипедок, чтобы нагинаться было не так опасно. Ага. И такой интересный свитер. Я заказала к тому кислотному платью в паре. Мне хотелось примерить их в паре. Ну, платье короткое, поэтому свитер, конечно, тоже. Кардиган. Не свитер, кардиган. Пушистый. У моей мамы такой белый рука. Это только свитер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok